В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. За нарушение требований пожарной безопасности уже привлекли к ответственности 166 граждан и одно должностное лицо. Сегодня во всем мире отмечается День медицинской сестры. И в Рязани в сквере на улице Советской армии появится парк аттракционов. Сегодня во всем мире отмечается День медицинской сестры. Впервые его стали праздновать с 1965 года. В Рязанской области в этой профессии трудится почти 13 тысяч медсестер. Наша съемочная группа сегодня пообщалась с молодыми медработниками, чтобы узнать, почему они выбрали эту профессию. Когда-то Сократ сказал, что все профессии от людей и только три от Бога. Это учитель, судья и врач. Работа медицинской сестры не менее важна, чем докторов. Медсестры находятся в тесном контакте с пациентами, помогают им на всем пути выздоровления. Поскольку профессия очень востребована, обучиться ей желают многие. В Рязани для этого есть все условия. Рязанский медицинский университет проводит обучение по нескольким этапам. В теоретическую подготовку студентов включены инновационные методы и средства обучения. Студенты осваивают необходимые навыки, умения с помощью современных тренажеров и симуляторов. Но все же больший процент – это практические занятия. За время работы университета в нашем регионе сформировались сплоченные продуктивные деловые связи с практическим здравоохранением. Во всех крупных медицинских учреждениях города расположены клинические базы вуза. Так мощная база располагается в областной клинической больнице. Под руководством опытных профессионалов студенты факультета сестринского дела проходят практику работы уже в реальных условиях. Мы с удовольствием на нашу базу принимаем на практические занятия студентов Государственного медицинского университета. Наши специалисты, которые долгие годы работают в наших стенах, с удовольствием делятся своими практическими знаниями со студентами, которые к нам приходят на практику. Они обучают их всем сестринским наукам, всем манипуляциям, которые должна знать медицинская сестра, работая в лечебном учреждении. Каждый из студентов выбирает для себя профессию медицинской сестры по разным причинам. Я с детства мечтала об этой профессии, так как многие мои близкие родственники работают в медицине. Эта профессия невероятно актуальна и востребована. И я считаю, что медицинская сестра – это одна из самых востребованных профессий. Семь других студентов, напротив, никогда не были связаны с медициной. Зато они сами проявляли к этому интерес с самого детства. И теперь на пути к своей мечте многие из них достигают высокого уровня, проявляя себя на различных конференциях и олимпиадах. Перед тем, как отправить студентов на практику в больницу, они отрабатывают теорию на муляжах – специальном оборудовании, которым в полной мере оснащен вуз. Эти тренажеры помогают отработать уход за больными, навыки забора крови, введение инъекций и другие манипуляции. Ой, разница не очень большая на самом деле. Все эти муляжи настолько правдоподобны и реалистичны, как люди. Там даже и искусственная кровь, и все приспособлено так, чтобы мы были максимально готовы к реальности. Сегодня мы с вами можем здесь увидеть посвященное дню медицинской сестры мероприятия, которое включает выступления студентов на конференции с докладами. Студенты подготовили доклады по актуальным проблемам сестринского дела. И вот сегодня мы их можем с вами здесь услышать. И сегодня же у нас здесь будут представлены мастер-классы по отработке ряда сестринских манипуляций. То есть на тренажерах, симуляторах, которые представлены на нашей кафедре. На подобных мероприятиях студенты могут отобразить именно ту проблему, которая их волнует. Они раскрывают темы, которые в дальнейшем пригодятся им в работе. Доклад на тему «Роль медицинской сестры в реабилитации инфарктов, перенесших инфаркт миокарда». Почему вы выбрали именно эту тему? Всегда интересовала тема кардиологии, заболевания сердца. Также необходимо знать реабилитацию инфарктов после таких тяжелых заболеваний, так как риск летальности после них очень высок. Анастасия Кондрашова является победителем внутривузовского этапа Всероссийской олимпиады по специальности «Сестринское дело». Это событие произошло в марте. Теперь ее ждет финал конкурса, на котором соберутся лучшие студенты из других регионов страны. Финал состоится также в стенах Рязанского государственного медицинского университета. В Рязани в сквере на улице Советской армии появится парк аттракционов. Сейчас там идут подготовительные мероприятия. Ставят ограду, монтируют дорожки, устанавливают технику. Всего планируется установить пять механизированных аттракционов разных видов. Кроме того, в сквере появится контактный зоопарк. О том, какие именно перемены ожидают Александровский сквер, жители микрорайона не знали до последнего. А между тем, работы продолжались. И теперь уже нельзя не заметить разноцветные карусели, батуты и деревянные домики, в которых совсем скоро поселятся кролики, мини-пиги и разноцветные пернатые. В контактном зоопарке будут представлены небольшие комнатные животные. Это кролики, это декоративные пиццы с карасимоперением, будут водоплавающие два черных лебедя, небольшие мини-пиги, хомяки, мелкие животные. Новый сквер стал излюбленным местом жителей не только Дашковой песочни, но и всего города. И внести в его ставший уже привычным облик немного красок и веселья было прекрасной затей. Работа проводится за счет вне бюджетных денег, коммерческими организациями, заключившими договоры с администрацией. В течение 2016 года на территории сквера имени Александрова откроются две новые площадки. Первая – это парк аттракционов, который будет включать в себя карусели и аттракционы рельсовые. Вторая площадка – это контактный зоопарк. В рамках открытия этих площадок в этом сквере будут предусмотрены различные массовые мероприятия, как для детей, так и для всех жителей ближайших домов и всего микрорайона Дашковой песочни. Какие будут мероприятия? Это зарядка для жителей ближайших домов, это различные конкурсы для детей, посвященные и Дню защиты детей, и различные спортивные мероприятия. На территории контактного зоопарка будет работа, выставка арт-объектов, это и 3D-картины, и композиции скворечника. Парк украсится цветами, новыми деревьями и заживет новой полноценной жизнью, что будет, я считаю, приятным для жителей микрорайона Дашковой песочни. Парк аттракционов и зоопарк будут работать ежегодно в течение четырех теплых месяцев. В этом году проект планируется запустить ко Дню защиты детей, то есть 1 июня. Более полутора тысяч возгораний ликвидировали пожарные с начала года. Об этом на пресс-конференции, посвященной прохождению пожароопасного периода в регионе, рассказал начальник главного управления МЧС России по области Сергей Филиппов. Подробнее Анна Герцовская. С начала пожароопасного периода на территории Рязанской области зарегистрировано более 1500 пожаров и случая горения сухой травянистой растительности. Площадь составила 3620 гектаров, участие в ликвидации которых принимали участие более 1600 единиц пожарной техники. Наибольшее количество выездов зарегистрировано на территории города Рязани, это 212 случаев, Рязанского района – 199 случаев и Скопинский район – 126 случаев. В соответствии с действующим законодательством существуют основные требования пожарной безопасности. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями для разведения костров и сжигания отходов и тары. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травянистой растительности. Не допускать сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. Запрещается устройство свалок горючих отходов. В соответствии с федеральным законом при повышении пожарной опасности должен вводиться особый противопожарный режим. В этом случае вводится полный запрет на разведение любых костров, проведение пожароопасных работ, ограничение посещения гражданами лесов, усиливается патрулирование населенных пунктов и прилежащих территорий. Сейчас такой режим уже введен в 8 городских и 92 сельских поселениях, а также в 11 муниципальных районах. Александр Невский, Касимовский, Михайловский, Рыбновский, Ряжский, Рязанский, Сараевский, Сасовский, Спасский, Шацкий и Шиловский. Штраф за любые нарушения для обычных граждан составляет от 1000 до 1500 рублей. Для должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. При введении противопожарного режима данные суммы штрафов удваиваются. На данный момент к административной ответственности уже привлечено 166 граждан и одно должностное лицо. Профилактика детского дорожного травматизма и закрепление знаний дорожного движения в преддверии летних каникул. Сегодня на базе 69-й школы стартовал городской конкурс юных инспекторов. В этом году в конкурсе примут участие 15 команд. Подробнее Оксана Тебенихина. В школе номер 69 ежегодно проходят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей на дороге. На территории образовательного учреждения организована специальная детская автоплощадка со светофорами, разметками и знаками, благодаря которой ребята могут в безопасных для себя условиях изучать правила дорожного движения, как со стороны пешеходов и велосипедистов, так и со стороны водителей. Сегодня дети будут соревноваться в знании правил дорожного движения, в оказании первой медицинской помощи. И самый, наверное, главный конкурс – это автоплощадка, когда на велосипеде они проезжают по мини-площадке, соблюдая все требования правил дорожного движения, дорожных знаков, дорожной разметки. Движению юных инспекторов уже более 40 лет. Сотрудники госавтоинспекции очень рады, когда в деле обеспечения безопасности дорожного движения им помогают юные помощники. Если я вижу, что мой одноклассник неправильно переходит дорогу или не соблюдает правила движения, я стараюсь ему объяснить правила движения и рассказать да показать, как правильно, чтобы он соблюдал правила и остался жить здоровым. Главными целями и задачами конкурса являются формирование у детей и молодежи социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской беспризорности и безнадзорности. С каждым годом в городском конкурсе принимает участие все большее количество школ, и мы рады, что юидовское движение живет и развивается. В этот раз сколько участников получается? 15 команд от города Рязани, и у нас есть приглашенная команда от города Кораблино. Победители городского конкурса осенью 2016 года примут участие в областных соревнованиях. В Рязани в активную фазу вошло добровольное тестирование школьников под нормативом комплекса ГТО. К нему, в частности, присоединились ученики третьей рязанской школы. В среду сдавали подтягивания, отжимания, челночный бег, а сегодня бежали кросс. Подробнее моя коллега Марина Комиссарова. Готов к труду и обороне СССР. Программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи. Она существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В советской армии аналогом ГТО был военно-спортивный комплекс. В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы готов к труду и обороне. Для того, чтобы стать участником движения готов к труду и обороне, необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО, заполнить все свои персональные данные, написать заявление, отправить его в центр тестирования ГТО. Центр тестирования сформирует, все обработает, всю информацию и сформирует график сдачи норм. В это время вы сможете уже прийти и сдать те виды, которые вы выбрали. Для того, чтобы получить знак отличия, они бывают серебряные, бронзовые и золотые, необходимо сдать определенное количество нормативов. С тех пор нормы ГТО сдают во всей стране взрослые и дети. Кто-то делает это ради идеи, кто-то, чтобы проверить уровень своей подготовки. А вот у учащихся школ особенный интерес. При поступлении в ВУЗы и СУЗы значок дает от 2 до 10 дополнительных баллов. Поэтому старшеклассники к значку ГТО относятся совершенно серьезно. Я сдавал подтягивания и гибкость. Гибкость у меня на серебро. Подтягивания я сдал на золото. Я сдал. Первый этап прошел, второй нет. Но в сентябре будет еще одна попытка. Я постараюсь за лето улучшить свой результат. Я дальше планирую свою жизнь быть спортсменом. Вот в сентябре мы поедем на состязания президентские. Я считаю, что спорт это важно. Но не хочу его как основную деятельность, основной вид деятельности, а как дополнительное хобби. Ничего сверхъестественного для сдачи норм не требуется. Нормы ГТО все сдают добровольно. Двойки за неудачу никто не поставит. Все это делается для здоровья детей и здоровья нации. Сегодня мы в третьей школе присутствуем на уроке, где принимают нормы ГТО всех желающих ребят, кто записался, кто зарегистрировался на сайте и хочет померить свои силы, на какой уровень физической подготовки он способен. Ребятки у нас бегали очень мощный бег, отжимались, подтягивались. Дальше завтра у нас состоятся состязания по бегу, преодолению препятствий, смотря в какой возрастной группе какие. Сотрудница Центра по сдаче норм ГТО Анастасия Виноградова рассказала, что с 2017 года планируется повсеместное введение комплекса ГТО. Чтобы проверить свою физическую подготовку, все желающие должны будут зарегистрироваться на специальном сайте, получить уникальный номер и подать заявку. Перед походом на спортплощадку также важно посетить врача и убедиться, что состояние здоровья позволяет участвовать в соревнованиях. И напоследок. Май радует рязанцев теплыми и солнечными днями. Город буквально благоухает всеми майскими цветами и оттенками. В каждом районе можно видеть, как распускается сирень, цветут вишни и яблони, и кое-где еще радует глаз самые стойкие из тюльпанов. Жители города спешат делиться радостью в социальных сетях. Рязанцы выкладывают фотографии своего времяпровождения в приятные майские дни. А садоводы-любители после работы и выходные стремятся покинуть город и уехать на свои дачные участки сажать овощи и цветы. Ведь, как известно, пришел май, только успевай, не зевай. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Субтитры создавал DimaTorzok